Всем привет, это Денис Артёмов, главный редактор сайта mzk1.ru Могила Виталия Старикова по прозвищу Казак, профессионального борца и тренера популярной Волгограде спортшколы, возглавлявшего по информации источников еще с конца 80-х годов одну из местных преступных группировок. Еще в первой половине 90-х СМИ называли его самым влиятельным авторитетом города. Именно его люди взяли под свой контроль центральный район Волгограда, прибрать который под себя желали несколько авторитетов. Но именно Старикова выпало контролировать центр. На тот момент с его бригадой могла конкурировать только группировка Вагенака Мартиросяна, также имевшая свои подшефные точки в центре города. Это были две крупнейшие и самые первые бригады Волгограда, из которых в дальнейшем и выйдут другие нашумевшие группировки и известные авторитеты. Стариков являлся покровителем одной финансовой инвестиционной компании. Под крышей центральной группировки эта фирма развернула бурную деятельность. Так, начав с торговых ларьков и палаток, вскоре открыла десятки филиалов во многих российских городах, а штаб-квартиру перенесла в Москву. В столице у владельцев бизнеса начались проблемы как с местными ОПГ-лидеры, которые хотели поиметь с компанией проценты, мотивируя тем, что ведет она свою деятельность на подконтрольных им территориях, так и с тамбовской группировкой, действовавшей в Питере, которые в свою очередь, наоборот, вложили в фирму деньги и затем требовали свою долю в компании. Если с москвичами Казак смог договориться через своего хорошего знакомого Атари Контрешвили, то с тамбовского ПГ договориться не получилось. Несколько подконтрольных тамбовцам предприятий, как уже сказал, вложили в Волгоградскую структуру свои деньги, но забирать по истечении времени положенные проценты не спешили, взамен этого требуя долю в компании. По этому поводу Стариков обратился к московским авторитетам, которые должны были посодействовать бескровном разрешении ситуации. Но с лидерами тамбовских диалог затягивался, а у Старикова началось недопонимание с подольской преступной группировкой, которая в 1993 году, продвигая свои бизнес-интересы, вторглась на территорию Волгограда, где ее интересовала тяжелая промышленность. Однако пришлым подольским бизнесменам, за которыми стояла одна из самых влиятельных подмосковных ОПГ, развернуть свою деятельность в городе-герое мешали местные авторитеты. Одним из тех, кто был против того, чтобы подольские наладили в Волгограде свой совместный бизнес с одним из крупных предприятий, был Казак. Его влияние на людей, которые при заводе сидели на высоких должностях, было большим. Поэтому директоры его заместители отказывались заключать с подольскими контракты. Но как бы то ни было, 27 апреля 1993 года Виталий Стариков был расстрелян из пистолета в подъезде собственного дома. По подозрению убийства был задержан один из участников подольской ОПГ, который рассказал много интересного, в том числе и то, что организатором преступления является один из волгоградских авторитетов. Между тем, поведал он и о том, что знает, кто стоял за убийством еще одного волгоградского авторитета Михаила Сологубова. Могила Михаила Сологубова. Многие из СМИ в свое время указывали, что Сологуб якобы был заместителем Старикова, авторитетом в его бригаде. Откуда они получили такую информацию, неизвестно. Михаил Сологубов никогда не входил в окружение Казака. Он был сподвижником Вагенака Мартиросяна, про которого будет речь ниже. Почему Сологуб пришел в криминал, неизвестно. При начавшейся рыночной экономике, как сказали, мог бы возглавить предприятие общепита. Соображал в коммерции и был неплохим поваром кавказской кухни. Но почему-то примкнул к бригаде Мартиросяна, из-за чего, вероятно, и закончил свой жизненный путь в довольно молодом возрасте. Сологубова убили 16 июля 1993 года, когда он посещал в центре Волгограда баню под названием «Баня в песках». Попарившись, Михаил вышел в простынях на улицу. Баня была огорожена бетонным забором. Киллеру, чтобы достать свою жертву, пришлось стрелять поверх забора, став на капот машины ВАЗ-2106. После расстрела Сологубова убийца скрылся. Источники указывали, что Сологубова мог заказать вор законе Исаян по прозвищу Абулик, который был так называемым «смотрящим от воров по городу». Чуть позже на этом месте его сменит другой законник. А на тот момент Альберт Исаян пытался укрепить свое положение в недружественном для воров Волгограде. Вообще Исаян – уроженец Грузии. Его семья жила в Тбилиси. Но, как записано в архивах, родился Альберт 10 августа 1927 года в небольшом городке Хашури. Его мать была уроженкой этого города и, будучи беременной, приехала туда навестить родню. Там и начались роды, поэтому место рождения коренного Тбилисса указано как Хашури. 20 лет Альберт впервые был замечен милиционерами, когда оперативники задержали его за бродяжничество. Срок был небольшим. То, что молодой парень занимается разбоями и грабежами, оперативники, видимо, еще не знали. Но уже через два года Исаян вновь был арестован, и на этот раз удалось применить к нему статью «бандитизм». В итоге 22-летний парень получил 13 лет колонии и воровской подход. Отбыв значительную часть срока, изназначенного судом, Исаян вышел на свободу. Но уже через короткое время снова попадает в заключение за хранение наркотиков. На этот раз Тбилисский суд удостоил вора в законе годом заключения. Исаян Ирьяна чтил воровские традиции, поэтому его по решению Сходняка поставили в начале 90-х смотрящим за Волгоградом, понимая, что при нем мимо общака не пройдет ни копейка. Таким образом, Абулек, проведший долгие годы в заключение, стал контролировать в Волгограде ликероводочный бизнес. На этом поприще, как говорили, он якобы и мог пересечься с Сологубом. Но никакого официального подтверждения тому, что за убийством Сологубова стоит Абулек не нашлось. Что касается Абулека, он еще несколько раз будет судим, уедет из Волгограда и скоропостижно скончается 18 января 2008 года в Москве. Могила Вагенака Мартиросяна и его семьи. Вагенак был серым кардиналом Волгограда. С самого начала в городе было только две группировки. Одну из них возглавлял Стариков, про которого говорил, а вторую – Вагенак. Именно из этих ОПГ в дальнейшем вырастут и другие бригады, которые, отколовшись от основной структуры, заявят о своей самостоятельности. Вагенак был жестким и жестоким человеком. Предприниматели, находившиеся у него под крышей, его очень боялись, так как против них применялись различные санкции, когда коммерсант не мог расплатиться с его бригадой. Между тем, своим конкурентам Мартиросян спуску не давал, отчего и заимел в итоге много врагов. На него было организовано три покушения. Первое произошло у ресторана «Волгоград». Мартиросян, отдыхавший в заведении, вышел на улицу, когда к нему подъехал автомобиль. Вагенак водителя, видимо, знал, так как когда тот позвал авторитета, Мартиросян спокойно сел на пассажирское сидение. После этого водитель достал пистолет и выстрелил. Пуля попала Вагенаку в шею. Несмотря на ранение, он быстро сориентировался, открыл дверь и выпрыгнул из машины. Добивать жертву водитель не стал, рванув с места. Между тем, Мартиросян был доставлен в больницу, а киллеры, узнав, что он жив, решили его добить. Они зашли к нему в палату как раз в тот момент, когда там была жена Мартиросяна. Дальше есть две версии. Согласно одной, жена сама закрыла собой Вагенака от пуль, по другой он прикрылся ей сам. Сделав несколько выстрелов, убийцы поспешили покинуть больницу. Как бы то ни было, пули попали в жену Вагенака. Перенеся сложную операцию, она выжила. Вагенак же был ранен в ногу. Третье покушение состоялось позже, когда киллеры стреляли по автомобилю, в котором ехал Мартиросян, но ни одна из пуль в него не попала. В 1994 году Мартиросяна обвинили в вымогательстве. Арест авторитета проводили сотрудники ФСБ. Вагенака приговорили к восьми годам колонии. Пока он находился в заключении, на свободе убили членов его семьи. Киллеры расстреляли тещу и тести авторитета, его внучку и ее подругу. Произошло это трагическое событие в ночь с 21 на 22 октября 1994 года. Писали, что была убитой мать авторитета, но действительно ли она пала от рук убийц, неизвестно. Когда Мартиросян в 1998 году освободился, у него еще оставалась власть в городе. Сбавлять свои амбиции он и не думал. Но к тому времени вчерашние спортсмены, ранее не способные конкурировать с Мартиросяном, уже также прибавили в весе. Речь идет о Кадинске. По некоторой информации, именно они больше всех были недовольны возвращением Вагенака, который намеревался потеснить их из бизнеса. Как бы то ни было, 16 июля 1998 года Вагенак Мартиросян был застрелен в кафе на центральной набережной. После его смерти старейшая и влиятельнейшая группировка стала сдавать свои позиции Кадинским. Могила Анатолия Никишина, бывшего чемпиона СССР под дзюдо, имевшим прозвище Толя Шкаф. Был связан с Подольской ОПГ, и именно его одно время подозревали в организации убийства Старикова. Когда на Никишина, как на организатора преступления, указал один из задержанных подольских бригадиров, то Анатолия объявили в розыск. Он был известен правоохранительным органам еще с начала 80-х. Тогда он входил в банду Нестерова, речь про которого будет ниже. Банда совершала Волгоградская область и разбойные нападения, убийства и другие тяжкие преступления. В 1981 году Никишин и 14 его подельников предстали перед судом по весьма редкой для того времени 77-й статье – бандитизм. Отбыв срок, в начале 90-х Никишин вернулся в Волгоград и активно включился в криминальную жизнь города, собрав под своим началом крепких парней, которые помимо вымогательств стали совершать заказные убийства. Местные группировки нанимали Никишина для ликвидации своих врагов и конкурентов. В свою очередь Никишин, имевший обширные связи в преступном мире Москвы и области, привлекал к выполнению заказов также и членов подольской бригады. Подольские киллеры, если верить информации, не раз выезжали в Волгоград по приглашению Толи Шкафа. Когда оперативникам поступила информация, что в убийстве казака и салагуба мог принимать участие Никишин, его объявили в розыск. Задержали Толю Шкафа в 1995 году в Москве. Чтобы вычислить его местонахождение, оперативникам РОПа пришлось работать со своими коллегами из ФСБ, которые через свои источники узнали, что Никишин часто появлялся на Пятницкой улице. Вскоре источник сообщил и день, когда тот вновь должен приехать к дому номер 25. Там его и поджидали 28 июня сотрудники московского РОПа ФСБ. Они блокировали джип Никишина и провели операцию захвата. Вместе с Никишиным были задержаны четверо его спутников, которых позже отпустят, так как против них у силовиков ничего не было. Впрочем, уже через несколько дней пришлось отпустить и самого Никишина. Следователи объясняли это сильным давлением со стороны Генпрокуратуры Госдумы и Московской городской думы. Но все же в ходе расследования было установлено, что Никишин мог принимать участие в убийстве волгоградского авторитета Владимира Старикова. Окажись он в заключении, вероятно, судьба его сложилась бы иначе. Но под суд он так и не пойдет. Находясь в Москве, он вместе со своим сподвижником Борисом Мовчаном станет жертвой покушения. 22 мая 1997 года они на своем джипе подъехали к гостинице Царицыно. Здесь их расстреляли из автоматов. Никишин после полученных ранений был еще жив. Его успели довезти до больницы. Через два часа он скончается прямо на операционном столе. С ликвидацией Никишина в Лухарях зависли многие уголовные дела, связанные с убийствами, в которых мелькали известные фамилии. Могила Николая Горшенева. Мастера спорта по боксу, победителя всевозможных международных соревнований и еще одного вице-президента Волгоградской федерации бокса. Еще с молодости имел прозвище «Деревянный». Прозвали его так из-за случая, когда Горшенева в порыве ссоры ударили бутылкой шампанского по голове, но он остался стоять на ногах и избил противника. С началом рыночной экономики Горшенев, собрав под своим началом спортсменов, занялся охранной деятельностью, взяв под свою защиту волгоградских коммерсантов, которые выплачивали его бригаде еженедельные взносы. Естественно, что все это было не на добровольных началах. Зато при очередном наезде беспредельщиков опекаемый кооператор говорил, что находится под крышей Николая Васильевича, и дальнейшие вопросы к кооператору отпадали. Еще у него были договоренности с местным рыболовным ведомством, сотрудники которого закрывали глаза на незаконный вылов осетровых. Браконьеры платили Горшеневу и спокойно ловили рыбу, не беспокоясь о проверках. Все, кто занимался рыбой и укрой, платили за крышу именно ему. Группа Горшенева контролировала рынки, автобизнес, а также операции с недвижимостью, где всегда крутились большие деньги, неучтенные государством. Сколько неблагополучных владельцев квартир остались без своего жилища, остается только гадать. С местными авторитетами у Горшенева серьезных конфликтов не было. Зато он выступал против засилия в городе москвичей и чеченцев. 3 сентября 1997 года на Николая Горшенева было совершено покушение. Киллеры ждали свою жертву на птичьем рынке, у пересечения улиц Вершинина и Таращенцева. Увидев Горшенева, открыли огонь из автомата. Отстрелявшись, убийцы сели в жигули и уехали. Авторитет, получив 5 огнестрельных ранений, скончался чуть позже в больнице. Интересно, что в этот же день было совершено покушение и на другого авторитета Владимира Кадина. Только в отличие от Николая Горшенева Кадин остался жив. Вероятно, это были покушения, спланированные одним и тем же лицом, так как Кадин и Горшенев были союзниками. Следствие отрабатывало несколько версий убийства авторитета, брали в расчеты разборку с чеченцами. В то время на подконтрольные Горшеневу точки пытались наехать представители чеченской ОПГ, однако люди авторитета дали им отпор. Но в итоге эта версия зашла в тупик. Между тем, личности исполнителей были раскрыты. Ими оказалась группа киллеров, на честь совести расстрел других авторитетов в кинотеатре «Салют». А вот заказчик так и остался неизвестен. Кстати, союзником Горшенева был еще один волгоградский авторитет Олег Куренчанин. Вот его могила. Куренчанин в свое время отбывал срок, пользовался уважением в криминальных кругах. В 90-е сколотил свою бригаду и, как говорили, очень быстро стал подниматься. Но его так называемое восхождение было остановлено сотрудниками московской милиции. 23 февраля 1996 года Олег совместно с несколькими волгоградскими авторитетами прилетел в Москву, где должна была состояться сходка с лидерами двух московских группировок, на которую они были приглашены. Про намечавшуюся сходку знали и сотрудники московского РУОПа, которые заблаговременно приехали в Шереметьево-1, чтобы задержать волгоградских авторитетов. Но не успели. Когда те прилетели, у аэропорта их уже ждала московская братва, приехавшая на трех джипах. Недалеко стояли и машины с оперативниками. Когда волгоградцы расселись по иномаркам и двинулись в сторону города, сотрудники РУОПа решили их задержать. Около дома номер 41 по ленинградскому шоссе они стали прижимать иномарки к обочине. Тогда один из пассажиров БМБ выхватил пистолет и выставил его в окно. Милиционерам пришлось стрелять. Вооруженный бандит был убит на месте, а у спутники задержаны. Как выяснилось позже, милиционеры застрелили преступного авторитета Олега Куренчанина. Могила участников ОПГ Старикова. Боксеров Лапшина, Хамутецкого и Ванина. Стали жертвой чеченского авторитета, причем не в ходе какого-то передела, а по сути из-за бытового конфликта. В ночь с 4 на 5 июля 1993 года трое бригадиров находились в популярном Волгограде ресторане Укаштана, в котором отмечали 30-летие Юрия Ванина. Ресторан был снят на всю ночь. Между тем, как оказалось, именно в тот злополучный день к местному чеченскому авторитету Хамзату приехали гости из Грозного. Авторитет пожелал отвезти их в популярный ресторан. Однако, когда приехали к заведению, Хамзату было отказано в обслуживании. Тот возмутился, но Георгий Лапшин убедил авторитетного чеченца уйти. Однако в 3 часа ночи тот вернулся в сопровождении приятеля. Оба были нетрезвые вооружены пистолетами. У входа их снова встретили Лапшин и Ванин. Разговаривать с парнями в этот раз чеченцы не стали. Открыли стрельбу на поражение. Юрий Ванин, Георгий Лапшин и находившийся рядом Игорь Хамутецкий были убиты. Еще 4 человека ранены. Через 9 лет Хамзат будет найден и арестован. На суде он утверждал, что во второй раз приехал в ресторан не по своей воле, а по настоянию спутников, которые хотели замять конфликт с отдыхающими в ресторане Юрием Ваниным и его гостями, что убивать он никого не собирался. Подсудимый обвинил некомпетентность и эксперта Виталия Фокина и заявил, что гильзы, изъятые с места преступления, не соответствуют характеру ранений погибших. Всякое бывает, и жук мычит, и бык летает, так и характеризовал экспертизу Хамзат. Как бы то ни было, его в 2002 году приговорили к 13 годам лишения свободы. Но затем Хамзату удалось доказать, что стрелял в парней не он. Приговор был пересмотрен, и уже через 2 года осужденный был на свободе. Могила волгоградского авторитета Виталия Нестерова по прозвищу Нестер. Личность в Волгограде довольно известная. Занимался классической борьбой, был учеником Старикова, еще в ту бытность, когда Виталий Стариков вел тренерскую работу. Еще в начале 80-х годов Нестер создал в Волгограде банду, которая занималась вооруженными грабежами. На их счету было множество преступных эпизодов. Совершая грабежи, бандиты зачастую оставляли за собой трупы. Милиция в итоге остановила бандитов, арестовав нескольких членов банды, в том числе и ее организатора Нестера. Он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу за вооруженный разбой. Однако после приговора Нестеров был помилован, и вышку заменили 15 годам колонии строгого режима. Он, кстати, был одним из первых в СССР, кому была применена статья «Бандитизм». В тюрьме, если верить информации, Виталий имел большой авторитет, при этом не являясь ни законником, ни положенцем. После того, как в 1996 году он освободился, то вернулся в Волгоград, где для него сразу же нашлось занятие, учитывая его связи и авторитет в преступном мире. Как писали СМИ, совместно с государственными чиновниками Нестеров участвовал в нескольких нашумевших аферах. Таких, например, как хищение крупных сумм, полученных от левой реализации горюче-смазочных материалов, предназначенных силу, а также хищение бюджетных денег. Так, в 2000 году было возбуждено уголовное дело о кредите в 55 миллионов рублей из фонда льготного кредитования села, который получили коммерческие фирмы, учредителем которых был Виталий Нестеров. В 1999 году ходатайство на получение кредита его фирмам подписал вице-губернатор Лемякин. Позже выяснилось, что средства не были использованы на развитие агропромышленного комплекса. Но после начала расследования уголовного дела деньги через подставную фирму вернули в казну. Затем дело было возбуждено в июне 2001 года по факту невозврата четырьмя коммерческими фирмами в бюджет Волгоградской области целевых льготных кредитов на общую сумму 170 миллионов рублей. Ходатайство о получении кредитов подписали Владимир Лемякин и председатель областного комитета по сельскому хозяйству Виктор Мелехов, уволенный из администрации в феврале 2002 года. Расследованием этого дела занялись правоохранительные органы не только Волгограда, но и Москвы. Через некоторое время пропавшие деньги были возвращены. При этом Нестер являлся так называемой крышей в этой схеме. Если верить коммерсанту, то с Нестеровым был тесно связанный Владимир Лемякин, работавший заместителем главы администрации Волгоградской области по сельскому хозяйству. Благодаря столь выгодным контактам в администрации области, Виталий Нестеров через процедуру банкротства получил под контроль несколько предприятий сельхозпереработки. Одной из них крупнейший на юге России Карповский комбинат хлебопродуктов. В 2000 году главным претендентом на его активы было государство в лице администрации Волгоградской области. Но Нестеру, как предполагают, при содействии вице-губернатора Лемякина удалось опередить местные власти. Целый год областная прокуратура расследовала уголовное дело о подложенных документах, при помощи которых фирмы криминального авторитета стали главными кредиторами Карповки. Но затем дело было закрыто за отсутствием доказательств. Однако спор вокруг комбината, насколько известно, шел не только в правовой сфере. Преступные группировки также рассчитывали на свою долю от комбината. Возможно, именно из-за этого была убита главный бухгалтер Карповского комбината, а затем и его директор. Но все же отстоять комбинат у Нестера не получилось. Интересы администрации изменились, и на базе Карповского комбината хлебопродуктов было создано акционерное общество с государственным участием. Несмотря на это, Нестер продолжал оказывать давление на руководство. Организованные преступные группировки Нестера также приписывают межрегиональные аферы, незаконную торговлю иномарками и нефтепродуктами, отмывание денег, переправку средств за рубеж. В 2000 году, по данным правоохранительных органов, группировка Нестера вступила в конфликт с чеченскими авторитетами. В центре Волгограда состоялась крупная разборка, в которой участвовало около 70 членов разных преступных сообществ, в том числе и интернациональных. Через некоторое время один из местных чеченских авторитетов был убит. По информации ГУВД, Нестер имел обширные связи со многими криминальными авторитетами в разных регионах страны и неоднократно представлял интересы волгоградского криминалитета на разборках за пределами области. Такая активная деятельность привлекла к появлению врагов, которые решили поставить точку в жизни Нестера. 14 ноября 2001 года Виталий Нестеров вместе с охраной подъехал к своему офису в Ворошиловском районе Волгограда. Когда авторитет вышел из машины, из стоящего на противоположной стороне улицы автомобиля ВАЗ-2106 раздался выстрел. Нестеров получил ранение в голову и скончался по дороге в больницу. Охранники, попытавшиеся догнать убийц, обнаружили горящую шестерку под мостом на границе Центрального и Ворошиловского районов. В автомобиле нашли автомат с глушителем. Могила Владимира Лемякина, бывшего первого заместителя главы администрации Волгоградской области. Именно он был замечен в махинациях с зерном, в которых принимал участие Нестер. Когда началось расследование вокруг Карповского комбината хлебопродуктов, про который говорил выше, У Лемякина с Нестеровым на этой почве произошел конфликт. После того, как в августе и октябре 2001 года при странных обстоятельствах погибли бывшие руководители Карповского КХП, главный бухгалтер Солмина и директор Медведев, а в ноябре средь бела дня в упор из автомата был застрелен и сам Нестер, первый вице-губернатор начал серьезно опасаться за свою жизнь. Однако по каким-то причинам не спешил покидать пост. Заявление об отставке он подал 22 февраля 2002 года, и губернатор Николай Максюта тут же его подписал. К тому времени спецслужбы уже познакомили господина Максюту с документами, доказывающими причастность его заместителя ко многим сомнительным сделкам в сельском хозяйстве. После ухода из администрации Владимир Лемякин числился начальником государственной инспекции по надзору за техническим состоянием сельхозтехники. Застрелили его 10 апреля 2002 года около 6 часов вечера на лестничной площадке, когда отставной вице-губернатор входил в подъезд своего дома номер 38 по бульвару 30-летия Победы. На площадке его поджидал убийца. Он дважды выстрелил бывшего чиновника из пистолета Макарова с глушителем. После того, как Владимир Лемякин упал, киллер сделал третий контрольный выстрел в голову, после чего выбежал из подъезда и скрылся на ВАЗ-2108 черного цвета. Могила Владимира Кадина, известного бизнесмена и заместителя председателя Федерации бокса Волгоградской области. Хотя, если верить информации источника, еще с началом рыночной экономики Кадин был участником ОПГ Старикова. В то время, как уже говорил, это была одна из двух первых группировок города, из которой вышло несколько известных лидеров самостоятельных ОПГ. Кадин возглавил собственную структуру уже после смерти Старикова. Самостоятельная деятельность и независимость от других авторитетов с одной стороны и высокие покровители с другой позволили уже вести свою большую политику. Группировка считалась одной из самых влиятельных в области. Кадин мог противопоставить Сиаварам законе и Чеченской ОПГ, которые также имели свои интересы в области. Газеты уже после его смерти писали дословно, что по многочисленным, но совершенно неподтвержденным правоохранительными органами слухам, Владимир Кадин – руководитель крупнейшего организованного преступного сообщества региона. Вообще, Кадин родился 22 декабря 1964 года в Волгограде. Его мать работала на элеваторе старшим лаборантом. Отец был водителем и скончался, когда Владимиру было 19 лет. Как получилось, что хороший боксер, отслужив в армии и имевший положительные характеристики, переступил черту, неизвестно. С началом рыночной экономики он занялся коммерцией. Но простая торговля, видимо, разочаровала его. Поэтому с одним из бывших товарищей он пополнил ряды группировки Виталия Старикова и начал опекать вчерашних коллег по торговле. В дальнейшем, уже после смерти казака и полной самостоятельности, бригада Кадина контролировала рынки Волгограда, собирала дань с участников автомобильного бизнеса и рынка недвижимости. Кадинские же, по воспоминаниям одного из оперативников, подмяли под себя бригаду двух братьев, которые организовали банду и стали хаотично заниматься вымогательствами, появляясь в разных частях города и силой заставляя кооператоров отдавать свои деньги. Кадинские похитили обои главарей и увезли на консервный завод, где закрыли в контейнере, по стенкам которого стреляли всю ночь. После этого бригада братьев стала работать на Кадина, пробивая новые точки. На этом поприще, кстати, периодически возникали разногласия с другими бригадами. Но наиболее серьезный конфликт еще в первой половине 90-х возник с представителями Подольской ОПГ, которые распространяли свое влияние в регионах. В Волгограде их интересовало сразу несколько промышленных предприятий, за которыми стояли влиятельные люди. С уходом казака подмосковные авторитеты так и не получили желаемого, так как другие местные авторитеты использовали все свое влияние, чтобы не допустить к предприятиям чужаков. В том числе ярым противником этого был и Владимир Кадин. На диалог подольские не шли. Благодаря административному ресурсу перезаключили крупные контракты этих предприятий на себя, оставляя местных без прибыли. Когда со стороны Кадина прозвучала угроза, что он это дело теперь так не оставит, на него было совершено неудачное покушение, затем еще несколько, также безуспешных. Было ли это организовано подольскими, доподлинно неизвестно, так как в это же время Владимир начал представлять так называемую крышу кавказским бизнесменам, что не понравилось их авторитетным соплеменникам, которые действия рэкетиров не одобрили, решив встать на защиту торговцев. В общем, после нескольких покушений Владимир уезжает из России в Голландию, где находится два года, оставив бригаду на своих заместителей. Вообще, Кадин часто бывал за границей. В 1994 году ездил вместе со своим другом Галкиным на Кипр, был и в Америке, на играх доброй воли в Нью-Йорке в 1998 году, посещал европейские страны. Но именно в Голландии ему пришлось прожить два года, переждая, когда события в Волгограде поутихнут. Но отсутствие лидера сыграло свою роль, подольские продолжали наращивать обороты. Доля Кадинских во многих бизнес-проектах заметно уменьшалась. Восстановить своё влияние на предприятиях Кадинским так и не удалось, даже когда Владимир вернулся в город. Но всё же в обход подольских удалось наладить перепродажу никеля с одного из заводов Волгограда в Прибалтику. С этого момента лидеры группировки начинают вкладывать деньги в легальный бизнес. Их интересы простирались от ресторанного и гостиничного бизнеса до сферы нефтеторговли. Самого Кадина за глаза называли ночным губернатором, имея в виду его влияние на криминалитет города, а также близость к некоторым властным людям, которые лоббировали его интересы. Сам Владимир, кроме того, что стал так называемым авторитетным бизнесменом, ещё и занимал пост вице-президента региональной федерации бокса. В 2005 году издание «Деловое по Волжье» составило рейтинг влиятельности предпринимателей Волгограда, в котором Владимир Кадин занял первое место по влиянию бизнес-среде. В одном из своих интервью, уже легализовавшись, Кадин говорил, что к нему за помощью приходят простые люди, которые знают, что он может решить многие вопросы. Говорил, что людей надо просто понимать, общаться с ними и помогать. Как правило, помощь была финансовая. О других видах помощи людям, например, как наказать взорвавшихся малолеток, которые кошмарили своего сверстника, сына местного политика, не говорилось. Был под Кадинскими и подшефный детский сад, который спонсировался из денег одной бизнес-структуры, подконтрольной Владимиру. И что интересно, если простым людям, которые с ним общались, Кадин запомнился вежливым и обходительным человеком, то на членов своей бригады эта обходительность и вежливость не распространялась. За малейший проступок следовала отборная брань, и это только за мелочи. В какой-то момент у Кадина возникают серьезные разногласия со своими заместителями, один из которых в скором времени будет арестован за хранение оружия и наркотиков и осужден на 9 лет. Второй, Станислав Галкин, про которого будет ниже, отколется от бригады Кадина, возглавив собственную структуру. Несмотря на то, что в СМИ приписывали, что между ними появилась чуть ли не ненависть, это неправда. Они продолжали поддерживать отношения, да и их бизнес во многих сферах пересекался. Когда в 2009 году будет убит Галкин, одной из версий была именно та, что это Кадин мог организовать убийство своего друга детства, но это не подтвердилось. Сам Кадин, оставаясь во главе структуры, в 2010 году оказался в центре скандала, когда в апреле того года люди, находящиеся с ним в одной компании в Волгоградском клубе, убили уроженца Грозного Рустама Эльмурзаева. По одной из версий, которую озвучили многие СМИ, конфликт произошел, когда Эльмурзаев помахал рукой олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Элене Исенбаевой, которая была в компании Кадина и его друзей. Один из спортсменов, находившийся с Кадиным, ответил на приветствие чеченца неприличным жестом руки, а потом все отправились выяснять отношения на улицу. По другой версии, конфликт действительно вышел после того, как Рустампа приветствовал в знак уважения Исенбаеву. Но это приветствие не понравилось самому Кадину, который позвал чеченца на улицу. Рустам вместе со своими двумя друзьями вышел вместе с авторитетом, а там на них уже напали около 15 человек, которые были вместе с Кадиным. Дальше, как писали СМИ, Рустам Эльмурзаев открыл огонь по противникам из травматического пистолета, но это ему не помогло, он был избит до смерти. По крайней мере, судмедэксперт установил, что смерть наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Однако экспертиза, проведенная затем специалистами в Грозном, обнаружила в голове Рустама сквозное отверстие. Потому могло выйти и так, что никакого выстрела из травматического пистолета Рустам не производил, а стреляли наоборот в него. К тому же записи с видеокамеры, расположенной на улице, в объектив которой попадал и выход из клуба, где всё произошло, странным образом исчезли после их изъятия. А видеокамера, которая находилась в самом клубе и могла пролить свет на начало конфликта, в тот момент, как оказалось, запись не вела. Это убийство было достаточно громким. В администрации области было создано экстренное совещание. Разобраться в причинах трагедии приехали ночным рейсом с Москвы два депутата из Госдумы, представители парламента Чеченской Республики и правозащитных организаций. Доподлинно было известно, что Волгоградские судмедэксперты под чем-то давлением пытались изначально сфальсифицировать причину смерти убитого Рустама Эльмурзаева, первоначально указав, что смерть наступила вследствие сердечного приступа. Приехавшие московские эксперты, только увидев тело, в эту версию не поверили и назначили повторную экспертизу уже в Москве. Также с приездом москвичей всплыла и фамилия Кадина. Если до этого все знали, что он был зачинщиком конфликта, но молчали, говоря, что чеченцы просто подрались с молодыми ребятами, то представителям парламента Чеченской Республики друзья Эльмурзаева рассказали, кто вывел Рустама для разборки на улицу. Уже затем вопрос, кто такой Кадин, был задан некоторым волгоградским чиновникам, которые сказали представителям парламента, что этот человек и его окружение в городе люди очень известные, и они не могут с ними справиться, что за ними стоят определенные силовые структуры и соответствующая поддержка. Но когда президент Чеченской Республики сказал досконально разобраться в трагедии и наказать виновных, то сразу же был арестован подозреваемый в убийстве. Затем еще один. Имя Кадина на следствии всячески старались обходить, несмотря на то, что делом интересовался президент Чечни. Странным образом суд не стал строго наказывать виновных. Обвинение было переквалифицировано, с причинения тяжких телесных повреждений, повлекших к смерти терпевшего, на повышение пределов необходимой самообороны. Оба получили погоду колонии-поселения. Из-за этого случая у Кадина обострились отношения с чеченской диаспорой. Кто-то даже говорил о том, что чеченцы объявили ему кровную месть. Было ли такое или нет, доподлинно неизвестно, но то, что могла назреть очередная война, сомнений не было ни у кого. И пострадать могли даже люди из местной власти, а точнее их бизнес, завязанный на Кадине. Поэтому два депутата областной думы и высокопоставленные чиновники региональных правоохранительных органов задействовали, наверное, все свои связи, чтобы замерить влиятельных чеченцев с Владимиром Кадиным. И это даже у них на каком-то этапе получилось. Однако затем представителям диаспоры не понравился подобный договор, поэтому в адрес Кадина продолжали звучать угрозы. В то же время у него был и серьезный конфликт с бывшим бригадиром, который ушел от Кадина и оставил за собой некоторый бизнес, который контролировала группировка. Как бы то ни было, Владимир Кадин был убит 18 августа около 10 часов вечера во время ужина на летней террасе ресторана «Фасоль» в центральном районе Волгограда. Позицию он выбрал открытую, сел спиной к улице. Киллер также находился в ресторане, но недолго. Он оплатил счет, вышел на улицу и устроился на скамейке рядом с рестораном. В удобный момент убийца подбежал к столу Кадина и выстрелил ему в голову. Пуля убила бизнесмена и по касательной задела его спутницу. Охранники Кадина в это время находились за соседним столиком. Спасти шефа они не смогли и бросились догонять киллера. Во время погони убийца получил два огнестрельных ранения, а когда понял, что ему не уйти, пустил себе пулю в голову. Кто стоял за убийством Владимира Кадина официально осталось неизвестно. Могила волгоградского криминального авторитета Станислава Галкина. В 90-е годы был правой рукой Владимира Кадина. Галкин, как и Кадин, занимал пост вице-президента в областной федерации бокса. Как говорили, был очень принципиальным человеком с железной силой воли. Сумев легализоваться после лихих 90-х продолжал контролировать обнальные бизнесы торговлю металлом, при этом официально занимаясь строительным бизнесом. Как говорили, был у него бизнес и за рубежом. Своё так называемое криминальное восхождение Галкин начал ещё в 80-х. В 1984 году был осужден на два года за кражу, правда получил условный срок. Зато уже через два года Галкина вновь судят уже за изнасилование. В этот раз суд назначает срок 9 лет. Но по факту Станислав отбыл всего два года, после чего был освобождён условно-досрочно, выйдя на свободу в июне 1988 года. С этого момента стал часто мелькать в оперативных сводках. Его подозревали в совершении нескольких преступлений, но что-либо доказать так и не смогли. В 90-е Станислав Галкин вместе с одноклассником Владимиром Кадиным стоял у истоков создания ОПГ, в которую входили бывшие сотрудники милиции и спортсмены, ушедшие за Кадиным из бригады убитого Старикова. Занимались тем же, чем и при Казаке. Вымогали деньги с коммерсантов, возвращали долги, контролировали трассу, обложив данью дальнобойщиков. Когда лидеры группировки нацелились на контроль крупного бизнеса, начались разногласия с другими группировками. В апреле 1995 года на лидеров было совершено покушение. Когда они передвигались на автомобиле, то попали в засаду. Киллеры обстреляли машину. Находящиеся в ней Кадин и Галкин не пострадали, зато был убит их сподвижник, также находившийся в автомобиле. В дальнейшем Галкина будут называть уже не иначе, как авторитетный бизнесмен. Пережив 90-е, он сумел легализоваться. Галкин. Выступал инвестором в компаниях, работавшими в системе ЖКХ, имел, если верить информации, бизнес за рубежом. Между тем, продолжал оказывать влияние на теневой сектор экономики. И в какой-то момент у него произошел конфликт с Владимиром Кадином, с которым они и начинали вести свой бизнес. Галкин отделился от структур авторитета и начал работать самостоятельно, после чего пережил несколько покушений. Но одно из них стало роковым для авторитетного бизнесмена. 26 октября 2009 года он находился в своем охраняемом коттеджном поселке. С утра, как обычно, тренировался в дворе дома, отрабатывая удары по груши. В этот момент к металлическому забору подъехал серебристый Мерседес с тремя пассажирами, который проехал через КПП, предъявив, как выяснится в дальнейшем, фальшивый пропуск. Нежданным визитером Галкин отправился, так и не сняв боксерские перчатки. Далее информация разнится. Одни утверждали, что прямо возле ворот состоялся короткий разговор, после чего гости достали автомат и расстреляли авторитета. СМИ же писали, что разговора не было. Увидев Галкина, киллеры открыли сразу огонь на поражение. Как бы то ни было, Станислава расстреляли из автомата из окна машины, после чего один из киллеров произвел три контрольных выстрела в голову. После совершения убийства киллеры с места происшествия скрылись и, не выехав за пределы поселка, подожгли автомобиль, оставив в салоне оружие. Следствие отрабатывало несколько версий убийства. Проверяли возможные конфликты с многочисленными бизнес-партнерами. Как известно, Галкин имел интересы в нефтяном ресторанам, торговом бизнесе, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но в итоге приоритетной стала версия, связанная с криминальными разборками. Называли даже Владимира Кадина как возможного заказчика убийства своего друга. Хотя, несмотря на разногласия, два авторитета продолжали общаться. Еще в августе 2009 Галкин присутствовал на дне рождения Кадина. Вместе обсуждали строительство храма. Да и вообще, последние годы жизни Галкин, как говорили, уверовал в Бога и практически не выезжал из его загородного дома. Одного из убийц Станислава Галкина найдут и в 2013 году осудят на 9 лет. Еще одного Владимира Шестерина объявят в розыск. В 2020 году за помощь в его розыске обещан 1 миллион рублей, а сам Шестерин будет внесен в список самых опасных преступников России. Могила телохранителя Владимира Кадина Александра Кусмарцева, которого СМИ почему-то называли авторитетом. Кусмарцев всюду сопровождал Владимира Кадина. И 7 апреля 1995 года, когда двое лидеров бригады Кадин и Галкин ехали на своем джипе Митсубиси Паджеро. Вместе с ними находился и Кусмарцев. У дома Галкина они попали в засаду. Киллер расстрелял их автомобиль. В результате этого нападения Кусмарцев был убит. Галкин получил ранение в ногу, а Кадин, который был скорее всего целью, не пострадал. Так как после того, как машина остановилась, выбежал из салона и, как сказали, дал хороший марш-бросок, этим сохранив себе жизнь. Кстати, одна из пуль попала в окно детского садика. По счастливой случайности никто не пострадал. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что по Кадинским стрелял человек из группировки Катайкина. Киллера задержали по горячим следам в тот же день на квартире у знакомой Катайкина. Когда милиционеры зашли в квартиру, киллер прятался от них на балконе. Он был в крови. Как оказалось, одна из жертв покушения успела выстрелить по нему в ответ и ранить в ногу. Между тем, в то время у Кадина, как уже сказал, был конфликт как с Подольскими, длившийся уже два года, из-за чего по оперативным каналам Толя Шкаф проходил при каждом покушении как организатор, так и с местным вором в законе Владимиром Выговским по прозвищу Захар. Захар как раз незадолго до этих событий вернулся из мест заключения, где отбывал крупный срок. В Волгограде он также возглавил преступную группировку, ориентированную на воров, что не нравилось другим авторитетам, которым намекали платить воровской общак. На Захара было совершено покушение, после чего и произошел расстрел автомобиля Владимира Кадина, в результате которого был убит кусмарцев. Официально так и осталось неизвестным, кто именно в тот раз покушался на Кадинский. Между тем, в 1996 году Захар был арестован по подозрению в похищении человека, но так как прямых доказательств против него у силовиков не было, то вора отпустили под подписку о невыезде. Говорили, что за всеми заключениями Захара стоял Кадин и приближенные к нему властные люди, которые сами хотели быть у так называемой кормушки, а по сути контролировать средний и крупный бизнес, не допуская к нему воров. Оставаясь на свободе, Выговский продолжал отстаивать в городе воровские интересы, пытаясь переключить платежи некоторых предприятий в общак. Естественно, что этим он перешел дорогу тем авторитетам, которые уже получали с этих структур. Утром 2 июля 1998 года Владимир Выговский выходил из своего подъезда. На улице его ждал охранник в машине. Неподалеку был припаркован ВАЗ-2106, где сидели люди в камуфляже. Как только Захар вышел из подъезда и собирался сесть в свое авто, к нему подбежали люди из шестерки. Вора его охранника скрутили и поставили на колени. Затем тремя выстрелами в голову застрелили Захара. Охранника убили выстрелом в висок. Удостоверившись, что вор в законе мертв, преступники сели в белую шестерку без номерных знаков и скрылись в неизвестном направлении. Могила Юрия Иванова. Был убит сравнительно недавно, 27 августа 2018 года, пережив всех лидеров кадинской группировки. Если верить информации, был так называемым казначеем в группировке Владимира Кадина, начав работать под его началом простым боевиком, придя в бригаду из спорта. Занимался боксом, был чемпионом Европы. После того, как Иванов составил ближайшее окружение Кадина, то был взят в оперативную разработку. Его несколько раз задерживали, пытаясь предъявить обвинение в вымогательстве. Но отбыв незначительный срок в СИЗО, Юрий всегда оказывался на свободе. После смерти Кадина в 2011 году Иванов оставался единственным человеком, который знал практически о всех поступлениях в общак. Именно на нем были завязаны хитрые коммерческие схемы, через которые бригада проводила деньги. Вообще Иванов тяготел к легальному бизнесу, что, впрочем, не мешало ему выступать так называемым третейским судьей при различных конфликтах. Обращались к нему за помощью в разрешении споров как коммерсанты, так и представители криминального мира. Юрия отличала дипломатичность. Никаких кардинальных способов решения вопросов он не предпринимал, предпочитая силовым методом аргументированный диалог. Возможно, именно из-за этого становилось много недовольных его деятельностью. Люди, привыкшие к силовым методам, не могли серьезно воспринимать те решения, которые принимал Иванов. Поэтому, понимая, что зреет недовольство его деятельностью, Юрий уезжает на некоторое время в Москву, при этом продолжая контролировать коммерческие структуры Волгограда. Однако деятельность бизнеса требовала оперативного вмешательства и пришлось возвращаться в Волгоград. 27 августа 2018 года у Юрия Иванова была назначена встреча с Жуковым, своим бывшим телохранителем, с которым еще с 2010 года был затяжной конфликт, переросший во взаимную неприязнь. В 2010 году Иванов с приближенными жестоко избил Жукова за какой-то проступок, после чего на протяжении долгих лет они не общались. И 27 августа 2018 года один из них назначил встречу другому, которая состоялась около 6 часов вечера в Краснооктябрьском районе возле ресторана «Гелидор». Иванов приехал на машине вместе с охранником, Жуков пришел пешком. При этом оба были вооружены холодным оружием, а Жуков еще имел при себе два пистолета. Диалога не состоялась, началась перепалка, в ходе которой Жуков громко кричал, а затем достал пистолет и выстрелил в Иванова. Но произошла осечка. Осечка произошла и при попытке выстрелить из второго пистолета. При этом Иванов попытался убежать с места расправы, но третий раз пистолет выстрелил, ранив авторитета. Он упал. А Жуков выхватил нож, догнал свою жертву и начал беспорядочно наносить удары. Иванову удалось выхватить клинок и также ранить им нападавшего. Но полученные ранения у авторитета не оставляли шанса на выживание. В дальнейшем эксперты обнаружат колотые раны на шее и туловище Юрия Иванова. Чтобы спасти оборонявшегося авторитета, к месту расправы подбежал его знакомый. Выхватил пистолет и даже сделал два неточных выстрела, но также получил удар ножом и упал рядом с другом. Задержать убийцу удалось сразу после убийства. Жуков не стал отпираться и сразу во всем сознался. В ходе допроса признал свою вину и пояснил, что мотивом убийства послужил давний конфликт с Ивановым. В 2019 году Центральный суд Волгограда вынес Жукову вердикт – 9 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Могила Игоря Шефера, известного боксера и кикбоксера. Профессионально занимался в Волгограде спортом. На некоторое время уезжал в Германию. Пока находился за границей, его друзья основали бизнес, связанный с металлом. В один из дней к новоявленным бизнесменам пришли кадинские боевики и сказали платить им за крышу. Но бизнесмены не заплатили, из-за чего были вывезены за город и жестоко избиты, поставлены на счетчик. После этого случая братья-бизнесмены связались с Шефером, чтобы тот вернулся из Германии и помог решить вопрос с Кадиным и Галкиным, которых тот хорошо знал еще со времен занятий боксом. Шефер действительно вернулся. Но получилось так, что Игоря, как сказали, подтянул к себе Галкин. Авторитет и посоветовал боксеру не работать со своими бывшими друзьями. В итоге братьев бизнесменов кадинские стали оттеснять от темы с металлом. Братья несколько раз встречались с Шефером, не понимая, почему он не встал на их сторону, но вразумительного ответа так и не получили. В итоге один из братьев решился на убийство. Он выследил Игоря в подъезде дома, где тот проживал, и застрелил. Личность убийцы вычислили быстро, однако к тому моменту он успел скрыться. Жил в Туле по поддельным документам. Лишь через 25 лет правоохранители смогут опознать его и задержать, предъявив обвинение в убийстве. Но по законам СССР у данной статьи прошли сроки исковой давности и убийцу отпустили из зала суда. Могила Владимира Зуева. Некоторые СМИ писали, что Зуев был охранником Кадина, но это не так. Владимир Зуев являлся активным участником бригады казака, в которую также в то время входил и Кадин, еще не имея никаких телохранителей, будучи простым бригадным. В эту Кадинскую подбригаду и входил Зуев, что породило слухи о том, что он был при Кадине охранником, тем более учитывая тот факт, что убит он был во время покушения на Кадина. 9 сентября 1992 года Зуев на своей Волге привез Кадина и Галкина к дому последнего. Все трое вышли из машины и зашли в подъезд, направляясь в квартире Владимира Кадина. На лестничном пролете их уже поджидал киллер с обрезом охотничьего ружья. Так как Зуев шел первым, то он и получил первую пулю, оказавшись и смертельной. Кадин и Галкин бросились из подъезда. Киллер побежал за ними, преследуя Кадина. В очередной раз Владимира Кадина спасли ноги, он убежал от смерти. Галкин же, также побежавший в другую сторону, убийцу не интересовал. При этом покушении погиб только Зуев. Могила авторитета Владимира Курганова был связан с группировкой Игоря Цыганкова, вместе с которым контролировал в Краснооктябрьском районе парковки. С Владимиром Кадиным, как говорили, были союзниками, пока Кадинские не предложили Цыганкову выплачивать им определенный процент со своих криминальных дел. Цыганкова такое предложение обидела, он отказался. Через несколько дней Игорь будет убит, а его дело продолжит Курганов. Вообще Владимир Курганов был довольно жестким и волевым человеком. Знающие люди отмечали его физическую силу. Курганов был прекрасным рукопашником. За смерть своего друга Цыганкова он обещал отомстить. Правда, для этого требовалось провести свое расследование, которое Курганов начал, но после встречи с некоторыми людьми, пролившими ему, вероятно, свет на заказчика убийства, неожиданно пропал. Сперва был обнаружен его автомобиль, стоявший возле магазина «Люкс» на Красном Октябре. Возможно, он и не привлек бы внимания людей, но в «Жигулях» 10-й модели авторитета были открыты двери и громко играла музыка. Так продолжалось несколько часов, пока не приехали сотрудники милиции. Они и установили, кому принадлежит автомобиль. А затем в реке Волги был найден и труп Владимира Курганова. По заключению экспертизы, смерть наступила в результате удара тупым предметом по голове. Высказывалось мнение, что удар был нанесен арматурой. Могила милиционера Романа Горюнова. Роман закончил футбольный спецкласс при футбольном клубе «Ротар», а затем в Волгоградский высший юридический институт МВД. Получил звание лейтенанта. С 1998 года работал старшим инспектором-методистом по боевой подготовке в волгоградском спортообществе «Динамо». Друзья характеризовали его как спокойного и несколько замкнутого человека, который в драку первым никогда не полезет. В конце июня 1999 года 23-летний Роман Горюнов и его товарищ, студент сельхозакадемии Александр, были найдены жестоко избитыми в парковой зоне волгоградского микрорайона «Семь ветров». Через несколько дней Роман, не приходя в сознание, скончался в больнице, а Александр остался на всю жизнь инвалидом. Это преступление наделало много шума не только в Волгограде, потому что погибший был сыном президента футбольного клуба «Ротор» экс-депутата Госдумы России Владимира Горюнова. К тому же Горюнов утверждал, что к нападению может быть причастна так называемая спортивная мафия. Однако в дальнейшем выяснилось, что преступление никак со спортом не связано. По версии следствия, в день происшествия Горюнов с другом были вызваны на бандитскую стрелку. Якобы они перешли дорогу наркоторговцам, пытаясь наладить собственное распространение наркотиков, чем помешали уже закрепившиеся на этом криминальном поприще группировки. Вначале милиционер и его друг встретились со своими оппонентами у развлекательного комплекса «Кристалл», а затем на «Ауди-100» и «ВАЗ-2109» отправились в довольно глухой микрорайон. Как развивались события, неизвестно, но через некоторое время гуляющие подростки обнаружили на злополучной поляне двух молодых мужчин, избитых до полусмерти, так что те даже не могли говорить. Тем не менее, участников нападения установили довольно быстро и объявили в розыск. В дальнейшем убийцы будут осуждены на длительные сроки заключения. Могила Владимира Тинякова по прозвищу Патефон был активным участником группировки Старикова. Как говорили наркоманиал, что, вероятно, и мешало ему подняться до уровня Кадина. Когда Стариков был убит, Тиняков стал работать вместе с Владимиром Кадиным, но положение простого бригадира его не устраивало. Начал претендовать на место Кадина. В итоге был застрелен у себя в автомобиле в затылок из пистолета ТТ. Могила Владимира Трунова. На тот момент, когда Кадин еще работал совместно с Галкиным, Трунов ходил в окружение последнего. Именно Трунову Кадинские дали задание подложить взрывное устройство под автомобиль своего бывшего соратника, который откололся от бригады и увел за собой нескольких участников, оставив все наработанные подшипные точки. 6 марта 2004 года Владимир Трунов на шестой модели Жигулей переехал на стоянку, принадлежавшей ООО Мовини и компания. Именно здесь часто стояла бронированная «Волга» жертвы. Оставив Жигули, Трунов вышел со стоянки и начал выжидать, когда приедет жертва. Когда «Волга» появилась, Владимир снова зашел на территорию стоянки, подогнал свои Жигули к «Волге», затем достал из «шестерки» взрывное устройство и начал устанавливать под днище автомобиля взрыв-пакет. Между тем, сторож автостоянки, обеспокоенный, что водитель Жигулей не спешит покидать стоянку, решил проверить, в чем дело. Когда он направился к «шестерке», в стоявшей рядом бронированной «Волге» прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства была оценена специалистами в 200 грамм тротила. Загорелись еще три машины, припаркованные поблизости – «Ауди А8», «ВАЗ-21-15» и «шестерка» Трунова. Между тем, приехавшие милиционеры под останками «Волги» обнаружили обгоревший труп неизвестного мужчины, которого в дальнейшем идентифицируют. Погибшим взрывателем оказался Владимир Трунов. Могила Владимира Фатеева и его друга Олега Кравцова являлись соучредителями крупной компании «Апрель», с директором которой на финансовой почве произошел конфликт. Директор намеревался прибрать фирму под себя и единолично распоряжаться бизнесом. Для этого ему необходимо было убрать Владимира и Олега. Поэтому директор обратился к знакомому грузчику с молокозавода с предложением убить своих партнеров по бизнесу. Тот согласился это сделать за полторы тысячи долларов, которые были заплачены. Помощники грузчик-киллер взял в своего коллегу, с которым вместе работал на молокозаводе. Покушение на бизнесменов произошло 2 октября 2000 года, когда Владимир и Олег садились в свою Ниву, стоявшую возле дома Фатеева. Убийцы поджидали жертву за углом дома. Когда Фатеев и Кравцов появились, убийцы надели маски, выбежали из своего укрытия и начали расстреливать Ниву из автоматов Калашникова. Фатеев погиб сразу, Кравцов попытался убежать, но его догнали и застрелили. Дальнейшим по горячим следам найдут и заказчика преступления, и самих исполнителей убийства. Могила авторитета Михаила Старцева по прозвищу Гриня. Милиционером был известен еще со времен СССР, когда занимался незаконным рыбным промыслом, за что его в 1978 году арестовали и в дальнейшем осудили на 2 года и 2 месяца. Правда, срок в тот раз был условным. В дальнейшем Старцев уже сам контролировал незаконный вылов рыбы, получая из браконьеров определенные отступные. К началу рыночной экономики Гриня был уже довольно весомой фигурой, с мнением которого считались. Придерживался воровских традиций, хотя за высшим криминальным статусом не гнался. В 1990 году его бригада попалась на вымогательстве у одного волгоградского кооператора. Гриню как организатора вымогательства арестовали. Но благодаря изменившимся показаниям жертвы суд приговорил авторитета не к нескольким годам заключения, а всего к 6 месяцам, отбыв которые Старцев спокойно вернулся к делам. В лихие годы, как говорил источник, его бригада орудовала на рынке недвижимости, совершая махинации с квартирами. К 2000 году Гриню называли не иначе, как авторитетный бизнесмен. В 2009 году про Старцева снова вспомнили в негативном ключе, когда 2 мая того года возле бара Бавария произошла массовая драка, в которой предшествовали следующие события. 30 апреля группа молодых парней 18-20 лет избила на улице мужчину. Свидетельницей избиения оказалась женщина. Парни начали угрожать расправой ей. В итоге женщина позвонила своему мужу, который по телефону переговорил с нападавшими и согласился приехать с ними на встречу, которая была назначена у бара Бавария в 8 часов вечера 2 мая. В назначенный час мужчина приехал к бару в сопровождении двух друзей. Здесь уже находилось около 15 человек, как напишут СМИ представители ОПГ Старцева. Далее, по словам потерпевших, команду на избиение дал 50-летний мужчина, в руках у которого был пистолет ПМ. Он вышел из автомобиля Hyundai Sonata и руководил расправой. Троих мужчин начали избивать, их машину разбили. Но их спасло то, что недалеко от места драки, возле стационарного поста ГАИ у ДК Ленина, стоял автомобиль патрульно-постовой службы, который сразу же подъехал на место побоища и поэтому удалось избежать еще больших жертв. На следующий день показания в милиции давал Михаил Старцев, на которого указывали потерпевшие, как на организатора бойни. Гриня пояснил, что никакого пистолета у него не было и с нападавшими он не знаком. Просто проходил мимо, как оказалось, не в то время и не в том месте. Против него дело так и не было заведено, скончался Старцев чуть позже от онкологии. Могила вора в законе Эльдара Квачахии, уроженца Грузии. Также был не последней фигурой в бандитском Волгограде. Коронован в 1998 году в Москве, сразу же после убийства Владимира Выговского. Именно Эльдар должен был заменить Захара на его так называемом посту. Однако усилить положение воров в городе Эльдар так и не смог. Как говорил источник, несмотря на воровские полномочия, Квачахия большого влияния не имел. Сказывалось и то, что, будучи законником, он ни разу не отбывал наказание. И то, что местный криминалитет никогда не жаловал воров. По сути, Волгоград был красным городом. Поэтому единственное, что оставалось Эльдару, это контролировать своих соотечественников, которые занимались автоугонами и кражами барсеток, а также небольшим торговым бизнесом. Платили ему и цыгане. Передел большого бизнеса, как это делал Захар, Эльдар не лез. Поэтому вор не доставлял никому беспокойства, кроме правоохранительных органов, которые знали об его деятельности и даже между собой обсуждали, что половина угнанных в Волгограде автомобилей – это делала рук бригады Эльдара. Лишь однажды на него в 1999 году было совершено покушение, когда при входе в подъезд его ранили в ногу, а его охранника убили. У него был тогда конфликт с армянской диаспорой. Но в итоге всё разрешилось не без участия Владимира Кадина, с которым, чтобы не говорили, вор сотрудничал продолжительные годы, из-за чего его и не трогали силовики. Всё это было до 2006 года, пока Эльдар не начал тянуть кое-какой бизнес за собой. Поэтому с Кадиным связь прервалась, и у вора начались злоключения. В 2006 году Квачахия первый раз попался сотрудником милиции, когда его автомобиль остановили на посту ДПС. Оказалось, что вор управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Также в салоне авто нашли 8 грамм героина. Ему грозило от 3 до 10 лет заключения. Спустя 4 месяца, проведенных под стражей в Волгоградском СИЗО, Квачахия был приговорён к 3 годам лишения свободы условно. В следующий раз Эльдар вновь попался с наркотиками 17 января 2008 года. Пробыв 2 дня под стражей, он был освобождён под подписку о невыезде. 8 мая в суде Дзержинского района состоялось слушание по его уголовному делу, а очередное заседание было назначено на 22 число. Однако до него вор не дожил. 14 мая 2008 года в начале 10 утра Эльдар Квачахия, как обычно, привёз в детский сад Олимпия на улице 8-й воздушной армии своего сына. Как обычно, отвёл его в группу. Переодел и отдал на попечение воспитателю. Вся эта процедура заняла не более 10 минут. Кивнул на прощание вахтёру и вышел за порог. Уже за воротами сада его ждал киллер, одетый в тёмную одежду. Эльдар ещё прошёл шагов 10 от ворот, как в него сзади было произведено 4 выстрела из пистолета Макарова. Две пули попали в спину, по одной в шею и голову. В криминальных кругах ходили слухи, что Эльдар якобы перешёл дорогу Владимиру Кадину, за что и мог поплатиться. На фоне того, что он действительно незадолго до трагических событий разорвал все контакты с Кадиным, эти слухи могли быть небезосновательными. Через месяц был арестован подозреваемый в убийстве, которого почему-то суд не взял под стражу. Затем этот человек покинул Волгоград. Могила Владимира Левина, авторитетного волгоградского бизнесмена. Одним из первых в городе начал вести свой бизнес и к 2000-м годам имел под своим началом различные коммерческие структуры, такие как сеть такси, почему-то именуемые как муниципальные такси, издаваемые в аренду офисные помещения. 9 октября 2009 года Владимир Левин был найден в своём доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежал пистолет с глушителем. По версии следствия, это было самоубийство. Причиной самоубийства указывались проблемы с долгами. Но так ли всё было на самом деле, доподлинно неизвестно. У Левина были большие планы. Он возводил торговый центр, строил автостоянку для клиентов на 132 автомобиля и неожиданно совершил самоубийство из пистолета с глушителем. Могила супругов Виктора и Веры Калмаковых. В 90-х Виктор являлся участником УПГ Старикова, имел прозвище Калмык. В своё время успел побывать в местах заключения, имел авторитет, возглавляя при казаке одну из бригад. Но после убийства Старикова ушёл от криминала и начал легальную деятельность, полностью сконцентрировавшись на бизнесе. Вёл, как говорили, спокойную и богатую жизнь, проживая вместе с женой в квартире по улице Аллея Героев Волгограда. В ночь на Рождество 2009 года жители соседних квартир заявили в аварийную службу о сильном запахе газа, доносившемся из квартиры Калмыковых. Когда приехавшие милиционеры вскрыли дверь их квартиры, то обнаружили два мёртвых тела. Как оказалось, в квартире произошла утечка газа, и Виктор с женой задохнулись. Могила бизнесмена Сергея Бруднова. Был учредителем компании, осуществляющих деятельность бывших муниципальных рынков в трёх районах Волгограда, в Центральном Ворошиловском и Тракторозаводском. По некоторым данным, был связан с группировкой Владимира Кадина. Когда последний был убит, говорили, что именно Брудный может занять его место, так как зам Кадина Юрий Иванов, про которого говорил выше, такого авторитета у кадинских не имел, в отличие от Брудного. Но уже через несколько лет Сергей пал жертвой киллера. За его убийство заказчик заплатил миллион рублей. Покушение произошло в самом центре Волгограда вечером 21 мая 2014 года. Во время встречи Брудного со своим приятелем, директором ООО «Центральный рынок» Евгением Ремезовым, на перекрёсток Аллеи Героев и улицы имени Чуйкова, неподалёку от которого стояли бизнесмены, на автомобиле ВАЗ подъехал убийца. Он и совершил прицельный выстрел с расстояния примерно 40 метров и скрылся с места преступления. Пуля попала Сергею Брудному между лопаток, прошла на вылет и ранила в лицо Евгения Ремезова. Сергей Брудный скончался в больнице спустя полтора часа. Евгения Ремезова, получившего тяжёлого ранения лица, медикам удалось спасти. Это убийство будет раскрыто и заказчик и исполнители получат крупные сроки заключения. Могила Вячеслава Бурханова. Был КМС по боксу. С раннего возраста занимался куплей-продажей металла, и для своих 24 лет сколотил довольно неплохой капитал. Собирался основать собственную федерацию бокса. Деньги и связи для этого имелись. Но осуществить задуманное не успел. Был расстрелян у своего дома. Как писали журналисты, не основываясь ни на каких фактах, поводом к убийству послужило как раз желание открыть свою федерацию, чем он якобы перешёл дорогу к Адинским. Но наиболее вероятной версией убийства является именно бизнес Бурханова. Что-то с кем-то не поделил и был убит. Незадолго до покушения фирма «Волга Медсервис», занимавшаяся скупкой цветных и чёрных металлов, в которой он работал заместителем директора, выиграла конкурс на крупноземельный участок, на который были нацелены и конкуренты, которым мог не понравиться и топ конкурса. Как бы то ни было, 26 июля 2007 года Бурханов вместе с женой переехал во двор дома. Они оставили машину и пошли к подъезду, когда и попали под перекрёстный огонь. Двое киллеров в масках стреляли из пистолетов Макарова. Вячеслав получил ранение в голову, грудную клетку и брюшную полость. Довести его до больницы не успели. Могила Михаила Кудинова входил в окружение братьев Брудных. Был несколько раз судим. В Волгограде его называли и бизнесменом, и участником УПГ, и безработным. Был убит 15 января 2013 года. В тот день Михаил поздно вечером вышел из дома, собираясь поехать на какую-то встречу. На улице завёл в свой автомобиль Porsche Cayenne. Прогрев машину, собирался уже тронуться с места, когда из проезжающего мимо автомобиля обрушивается град выстрелов. Михаил, получив ранение, смог выбраться из салона и побежать в сторону подъезда. Но киллер догоняет раненую жертву и стреляет уже прицельно, не оставив шанса на выживание. Три пули задели жизненно важные органы, в том числе и сердце. Убийство не раскрыто. Могила Дмитрия Полтавченко Если верить информации, являлся участником УПГ «Авангардские». Эта бригада районного уровня действует в Кировском районе Волгограда. У молодого Дмитрия был здесь на районе и свой бизнес. Он имел небольшое кафе на набережной Кировского района. Из-за земли, на которой располагалось кафе, возник конфликт с одним из коммерсантов Волгограда, который претендовал на эту землю. В итоге словами решить проблему не удалось, и коммерсант решил убить Полтавченко. 17 июля 2014 года, около полуночи, Дмитрий Полтавченко со своей подругой возвращался домой. Они вошли вдвоем в подъезд, на лифте доехали до 8 этажа, где находилась квартира коммерсанта. На лестничной клетке Дмитрия в этот момент ожидали киллеры. Они были в масках. Как только пара вышла из кабины, неизвестные открыли прицельный огонь по мужчине. Подруга Полтавченко успела заскочить обратно в лифт, и это, вероятно, спасло ей жизнь. Предприниматель попытался оказать сопротивление, отстреливаясь из имевшегося при нем травматического пистолета. Но полученные им ранения оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи помочь молодому бизнесмену была уже не в силах. Киллеры, похитив принадлежащие убитому пистолет и сумку, в которой находились денежные средства в сумме около 10 тысяч рублей, скрылись с места происшествия. После совершения убийства преступники спрятали пистолет, закопав его под столбом. Правоохранительные органы установили и задержали преступников по горячим следам. Могила бизнесмена Василия Бухтиенко. Владел сетью гостиниц и кафе «Сталинград» на Мамаевом кургане. Был президентом благотворительного фонда «Горожанин», основателем музея Сталина. 30 апреля 2010 года Бухтиенко приехал на своем Мерседесе на парковку около теннисного корта, расположенного напротив бассейна «Искра» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сюда он приезжал трижды в неделю. В тот день он также приехал на теннисный корт на очередную тренировку. Нападение на Василия было совершено, когда бизнесмен выходил из своего автомобиля. К нему подбежали неизвестные, которые сначала ударили Бухтиенко электрошокером, а затем нанесли несколько ударов тяжелыми предметами по голове, в результате чего бизнесмен упал у машины и скончался от полученных травм на месте. По данным следственных органов, нападавших было трое. В качестве орудия убийства были использованы толстые прутья стальной арматуры, один из которых был найден недалеко от места убийства. Скрылись убийцы на Белой Ниве. Могила суди Волгского городского суда Татьяны Секериной. Ее тело было обнаружено 11 июля 2019 года под окнами дома номер 17 на улице Пархоменко в центре Волгограда. В этом доме у Татьяны была квартира на 16 этаже. Очевидцы утверждали, что видели, как женщина выпала из окна 15 этажа. Секерина была очень опытной судьей. Еще в 1998 году она была назначена судьей в Волжском городском суде. Спустя годы она критиковала судебную систему региона, чем нажила себе немало властных врагов. Кстати, незадолго до своей смерти Секерина дала интервью, в котором говорила о коррумпированности руководства, а также о том, какое давление оказывается на судей. В последние годы она вела несколько процессов. Например, дело жителя Волжского, который в ночь на 30 сентября 2018 года в упор расстрелял автомеломана. Автомобилист включил музыку в своей машине на полную громкость, что не понравилось злоумышленнику. Преступник был осужден на 9 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На счету Секериной было и такое громкое коррупционное дело. Она выносила приговор Сергею Тихонову, бывшему главе Среднеоктубинского района, за крупное мошенничество со школой в селе Рахинка. В сентябре 2008 года администрация Среднеоктубинского муниципального района за 250 тысяч рублей продала ООО «Волтекпром» заброшенное здание бывшей общеобразовательной школы и земельный участок в селе Рахинка. Право собственности в дальнейшем перешло к ООО «Фрегат», подконтрольному одному из депутатов Олджской городской думы. Спустя два года Тихонов совместно еще с тремя должностными лицами продали имущество обратно Среднеоктубинскому району, но уже в сто раз дороже – за 25 миллионов рублей. Это было сделано под предлогом якобы необходимой реконструкции объекта для размещения в нем групп дошкольного образования. Общий ущерб бюджетам различного уровня составил 25 миллионов рублей. Секерина назначила Тихонову наказание в виде свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком в полтора года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура была крайне возмущена столь мягким приговором, учитывая, что максимально возможный срок – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей. Источник полиции сообщал, что судья Татьяна Секерина днем 11 июля 2019 года уехала с работы и должна была поехать на дачу. Но почему-то вместо дачного поселка она поехала в Волгоград на свою квартиру. После трагедии сотрудники полиции взламывали дверь в квартиру, так как она была заперта изнутри. Как изначально говорилось, сама Секерина случайно выпасть из окна не могла, так как окна в квартире расположены высоко. Не могла она и мыть окна, так как в этот день шел дождь. Зато в СМИ появлялись сообщения, что якобы свидетели видели, как к судье в квартиру заходила какая-то женщина, как раз незадолго до трагического события. Так это или нет, неизвестно. Официальная версия гласит, что Татьяна сама выпала из окна. Могила Дмитрия Абрамова по прозвищу Балу был хорошо известен в Кировском районе, являясь местным авторитетом, официально числят с тренером по единоборству. В ночь на 2 января 2012 года вместе с группой спортсменов находился в банкетном зале развлекательно-оздоровительного комплекса «Эскью». Здесь на бытовой почве случился конфликт с уроженцем Чечни Германом, также отдыхавшим своей компанией. Но до кровопролития не дошло, приятель чеченца смог урегулировать спор. Герман ушел, однако уже через несколько часов вернулся вооруженный Сайгой с желанием продолжить начатый конфликт. Его приятель снова попытался остановить друга, но уже не смог. Герман поднялся на третий этаж и произвел не менее шести выстрелов в группу мужчин, которые находились вместе с Абрамовым. При этом Абрамов был тяжело ранен в плечо и живот, а еще двое мужчин получили огнестрельные ранения в ноги. От полученных травм, несмотря на усилия медиков, Дмитрий Абрамов скончался через несколько дней. Сергей Черкасов также был довольно известной личностью в криминальных кругах Волгограда. Он контролировал тракторозаводской район города. Черкасов имел прозвище Блондин и был уважаем не только в криминальной среде, но и пользовался авторитетом у горожан, так как иногда мог запросто решить проблему людей, не связанных с криминальным миром. У него были довольно хорошие отношения с вором законе Гелой Тбилисским. Именно с ним Блондина иногда видели в городе. Кстати, из-за этой дружбы Сергей Черкасов и попал в дальнейшем в разработку МВД, сотрудники которого давно следили за Гелой и фиксировали связи вора в законе. В 2007 году Сергея Черкасова подозревали в вымогательстве 3 миллионов рублей у одного из бизнесменов Волгограда. Он был задержан вместе с четырьмя участниками, известной в городе ОПГ. По этому делу отправились в колонию несколько человек, получившие по 7 лет заключение. А в отношении Черкасова следствие тогда зашло в тупик, так как свидетели не подтвердили данные до этого против него показания. Зато авторитета приговорили к двум годам колонии-поселения за хранение наркотиков и патронов к пистолету Макарова, которые были найдены у Черкасова во время обыска в его квартире. Ранее Сергей Черкасов уже был судим за мошенничество и хранение оружия. Авторитет был известен не только в своем городе, но и в других городах России, где присутствуют группировки, ориентированные на воров в законе, так как следовал принципам, которые чтят в уголовной среде. Умер авторитет в результате тромбоэмболии легочной артерии в ночь с 18 на 19 ноября 2016 года. В общем, кто досмотрел до конца, не забываем подписываться и ставить палец вверх. На сегодня все. Пока!